Илон Маск хочет колонизировать Марс. К 2029 году предприниматель планирует высадить на поверхность красной планеты первого человека, а в последующие десятилетия начать колонизировать Марс. Однако освоение других планет пока что достаточно трудная задача для человечества. Но все же шанс посетить иные миры у нас есть. И он ближе, чем может показаться на первый взгляд. С вами канал ФактОпс и в этом выпуске вы узнаете, что думает Илон Маск касательно колонизации Марса, а также много другого интересного о красной планете. Прямо сейчас американская компания SpaceX является одной из самых успешных коммерческих организаций по освоению космоса. Она была основана Илоном Маском совсем не так давно, а именно в 2002 году. Несколько лет компания проводила многочисленные исследования и, конечно, были неудачи. И много. Но все-таки в 2008 году компания удалась запустить на околоземную орбиту ракету-носитель Falcon 1. Таким образом, SpaceX доказала всему миру, что коммерческие организации тоже могут заниматься освоением космоса. И это дело не обязательно должно быть привилегией государства. После первого успешного запуска, инженеры SpaceX запустили и вернули на МКС десятки тонн полезного груза, включая космонавтов. Безусловно, компания развивается очень быстро. Можно долго спорить о причинах столь огромного успеха, но, как по мне, это бессмысленное и совершенно неблагодарное занятие. Вместо этого предлагаю вам взглянуть свидетелями, каких невероятных достижений мы можем стать уже в ближайшее десятилетие. Обещаю, будет очень интересно. Как мы уже сказали, SpaceX хочет высадить первого человека на Марс уже к 2029 году. И чтобы это сделать, компания работает в сразу нескольких направлениях. Основным является программа Artemida, или Artemis, проводимый совместно с Европейским космическим агентством Канадой и Японией, а также рядом других стран. Ну и, конечно же, NASA. Проект Artemis – это космическая программа, разработанная NASA с целью посадки первых живых существ на Южном полюсе Луны. Уже к 2024 году программа Artemis является следующим этапом исследований космического пространства после программы Аполлон. Главная цель программы – создание базы на Луне, которая будет являться площадкой для более дальней исследовательской деятельности в космосе, включая отправку первого человека на Марс. В рамках программы планируется разработка новых космических средств, включая ракету-носитель Space Launch System и скафандры нового поколения. Одной из ключевых составляющих программы является создание луной орбитальной станции Gateway, которая будет служить мостом между Землей и поверхностью Луны. Текущая идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Предполагается, что на станции во время экспедиции смогут работать 4 человека на срок от 30 до 60 или даже 90 дней. Планируется, что пилотируемые полеты к станции с использованием на ракет-носитель Space Launch System первоначально будут проводиться раз в год. Также планируется улучшить средства связи и жизнеобеспечения для космических путешественников. Все эти улучшения и нововведения помогут осуществить основную цель программы – создать устойчивое присутствие человека на Луне. Общая стоимость программы Артемии составляет около 35 миллиардов долларов США. Помимо этого, SpaceX работает над глобальной сетью высокоскоростного спутникового интернета Starlink, а также планируется пилотируемая миссия к Марсу. 20 апреля 2023 года состоялся первый запуск космического корабля Starship на околоземную орбиту. К сожалению, на четвертой минуте после старта сработала система прекращения полета, и Starship взорвался на высоте 38 километров. Эксперты отметили, что в последнее время таких случаев становится несколько меньше. На следующий день после запуска, Илон заявил, что следующий полет состоится в ближайшие несколько месяцев. Ранее SpaceX планировала, что до конца 2023 года состоится туристический полет корабля Starship вокруг Луны, оплаченный японским миллиардером Юсако Майдзавой. Из-за этого лунную миссию НАСА могут перенести на 2026 год. Но в конечном итоге Starship должен будет заменить используемые в настоящий момент Falcon 9 и Falcon Heavy. Космический корабль нового поколения сможет выводить на орбиту до 100 тонн полезной нагрузки за один полет. Одна из целей SpaceX – сделать стоимость одного килограмма груза максимально низкой. Что касается отправки астронавтов на Марс, то здесь не все так радужно, как хотелось бы. И 2029 год обозначен лишь условно. Ранее Маск говорил и о других сроках. К примеру, несколько лет назад Илон заявил, что первый человек прибудет на Марс уже к 2024. Это уже точно не произойдет. Дело в том, что отправка даже нескольких астронавтов на Марс – это невероятно трудный и амбициозный проект. В планах Илона Маска отправить на Красную планету миллионы тонн груза. Поэтому ракеты SpaceX должны будут курсировать между двумя планетами непрерывно. После приземления ракету можно будет заправить с помощью марсианских запасов и отправить ракету обратно для перевозки новых грузов. Илон Маск планирует перевезти на Марс около миллиона человек. И все это он хочет успеть сделать до 2050 года. Любому станет понятно, что и для такого количества человек придется построить очень много ракет. Марс ближается с Землей на минимальное расстояние один раз в два года. Именно такое положение планет является наиболее удобным и выгодным для периода между ними. Илон Маск уверен, что первоначальная жизнь на Марсе будет очень жесткой. И поэтому первые колонисты, прибывшие на планету, должны быть очень выносливыми для того, чтобы быть готовыми к трудным и стесненным условиям абсолютно всегда. Им предстоит очень сложная и тяжелая работа. С этим не поспоришь. Бизнесмен считает, что из этого опасного и рискового путешествия скорее всего вернуться на Землю никак не получится. Температура поверхности Марса составляет минус 60 градусов по Цельсию. На планете нет пригодной для дыхания атмосферы. И помимо этого, на планете токсичная почва. Ко всему этому прибавляется тот факт, что колонистам придется жить в условиях повышенного радиационного облучения. Дело в том, что скалистая поверхность Марса покрыта потухшими вулканами и каньонами. И это далеко не все. Столкновение с метеоритами для Марса – это обычная практика, что тоже представляет постоянный риск для любых первооткрывателей. Жителям колонии придется научиться жить все свое время в помещении или скафандре, дыша рециркулированным воздухом. Несмотря на все трудности, ученые уверены, что мы должны послать людей на Марс, во имя вызова науки и будущего. Во-первых, Марс позволит нам узнать правду о потенциальном существовании и распространении жизни во Вселенной. Ведь некогда Марс был планетой с большим количеством воды. Если верна теория, что жизнь возникает в результате химических процессов, идущих при определенных условиях, жизнь должна существовать на Марсе. Если мы найдем ее, то это покажет, что жизнь везде, что Земля не исключение, а часть правила. Во-вторых, мы можем найти на Марсе жизнь более примитивную, чем бактерии, чего на Земле не обнаружили. В таком случае это расскажет нам о том, как жизнь появилась. Мы также сможем сравнить, похожа ли жизнь на Марсе на жизнь, существующую на Земле, или она другая. Иными словами, мы поймем, что земная форма жизни – это есть жизнь, либо что есть другие формы и возможности жизни. Этот вопрос занимал человечество тысячелетиями. Потому что если жизнь существует везде, то и разум существует везде. Если жизнь будет найдена на Марсе, это будет означать, что Вселенная обитаема, и мы не одиноки. Вы можете задать вопрос, зачем все эти мучения и трудности? Ведь мы успешно можем изучать Красную планету с помощью марсоходов и орбитальных фотоаппаратов. Но, к сожалению, нет, друзья. Мы не способны найти ответ на этот вопрос с помощью роботов. И поэтому, если мы хотим найти жизнь на Марсе, мы должны искать на глубине, там, где находится вода, где существуют условия, предположительно подходящие для жизни. Если нам удастся послать туда людей, то они смогут организовать там бурение. Во-вторых, общество и отдельные люди растут, реагируя на вызовы, которые оставят перед собой. Полет на Марс будет невероятным вызовом для каждой страны, которая решит принять в нем участие. Это скажет каждому молодому человеку, изучай науку, и ты станешь исследователем новых миров. Благодаря этому вызову человечество получат миллионы молодых ученых, инженеров, исследователей, изобретателей и предпринимателей, которые будут заниматься технологиями. Именно эти люди будут двигать общество вперед. И поэтому нам требуется больше таких людей и, в конце концов, освоение Марса для будущего. Приведу простой пример. Если спросить у американца, что произошло в 1492 году? Практически любой ответит, что в этом году Колумб открыл Америку. Но в то же время в 1492 году случилось много других событий. Англия и Франция заключили мир, умер Лоренцо, Медичи и много-много другого. Но сейчас все эти события не имеют особого значения. А вот Колумб имеет. Особенно для американцев. Потому что он сделал возможным наш мир и наше общество. И, возможно, изменил всю историю. Если мы сделаем то, что должны сделать. Да, ставим человека на Марс. То через 500 лет на Марсе и, возможно, на других планетах вокруг других звезд. В разных уголках галактики будут жить люди. На самом деле о том, что на Марсе должна быть вода, ученые говорили еще несколько лет назад. Для них давно не секрет, что вода не исчезла с Марса полностью. Но все же это важно. Чаще всего воду на Марсе находят в полярных регионах. А точнее, в полярных шапках, где она приставлена в виде льда. Но пару лет назад орбитальный аппарат обнаружил значительный объем воды в самом сердце системы марсианских каньонов долины Маринер. Уверен, что почти все хоть раз видели фотографии этих здоровых глыб. Пока что ученые не могут точно ответить, как именно с Марса исчезла почти вся вода. Но это открытие может стать ключиком к разгадке. Сезонные пыльные бури, которые происходят каждое лето на Марсе, не дают воде превращаться в лед. В итоге ее молекулы под интенсивным излучением Солнца распадаются на молекулы водорода и кислорода. Поскольку водород – это самый легкий элемент во Вселенной, он легко улетучиваться в космос из слоев атмосферы планеты и не успевает связаться с кислородом для обратного формирования капель воды. Так или иначе, основная надежда на ледяные полярные шапки. К слову о ледяных шапках, Илон Маск придумал, как использовать их для формирования лучшей атмосферы на Красной планете. Предприниматель предложил разбомбить полюса Марса ядерными бомбами. Взрывы должны испарить углекислый газ, который составляет большую часть льда в полярных шапках Марса. Углекислый газ создаст парниковый эффект, и от ядерных бомбардировок на Красной планете потеплеет. А в комментариях расскажите, хотели бы вы отправиться на Марс, если бы вам предоставили такую возможность? Но вы бы не смогли вернуться назад? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok